В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Предприниматель года. В Доме ученых прошла церемония награждения представителей саровского бизнеса. Собери портфель пятерок. Подведены итоги отраслевой программы для школьников. 600 метров, полтора и три с половиной километра. Саровские спортсмены приняли участие в весеннем кроссе лыжников. Далее расскажем обо всем подробно. Недоступная городская среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. В городской дозор обратился инвалид первой группы, который больше года борется за право свободно выезжать из подъезда по адресу Зерновой 68. После жалобы в прокуратуру на нарушение прав сотрудники коммунальной службы, наконец, установили пандусы. Но проблема по-прежнему не решена. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Для здорового человека не составит труда перешагнуть три ступеньки и обойти разбитые плитки тротуара. Но когда возможности ограничены полученной травмой, то это расстояние становится полосой препятствия. Год назад Алексей Копров начал борьбу за право свободно выезжать из подъезда на инвалидной коляске. Я разобью здесь. Пандусы были установлены только после обращения в прокуратуру. Но они оказались совершенно бесполезными. Угол наклона слишком крутой. К тому же подъехать к первому спуску Алексей не может. Мешает установленная на бетонных блоках скамейка. Второй пандус ведет прямиком к ограждению водостока. Вот спусти здесь и попробуй туда. В бордюр. И туда. Там разбитое все. Алексей не рискует здоровьем и спустившись с коляски просто сползает со ступенек. А дальше еще одно препятствие – разбитый тротуар. Даже с посторонней помощью ему очень сложно преодолеть выбоины. Колеса постоянно застревают в разрушенном покрытии. Как нам пояснил руководитель Саровского общества инвалидов, управляющий компанией недобросовестно выполнил работу по установке пандусов. Я сам видел эту ситуацию. Проехал, посмотрел, подошел к этим пандусам. На самом деле пандусы изготовлены для галочки. Просто, чтобы пользоваться ими невозможно. Равенство прав и свобод человека за прессоциальной дискриминации закреплены в Конституции Российской Федерации. Закон о социальной защите инвалидов устанавливает, что граждане с ограниченными возможностями здоровья должны иметь свободный доступ к жилью и общественным объектам. А местные власти обязаны обеспечить доступ человека с инвалидностью в здание города. Любые такие переделки, какие где-то делаются, где-то делаются как улучшение, где-то делаются для доступной среды, они должны проходить соответствующую сертификацию, либо просто, как они, если нет специалиста, которого можно вызвать на сертификацию, можно обращаться в общество инвалидов. Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в той или иной сфере жизни. Рассказать о своей проблеме и получить рекомендации о том, как дальше действовать, можно по телефону 3-50-11. В Доме ученых подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Победители определялись в 9 номинациях. В состав экспертного совета конкурса входили депутаты, сотрудники администрации, руководители учреждений, работающих с бизнес-сообществом, предприниматели и инициативные горожане. В каждой номинации они выбрали трех финалистов, после чего по итогам народного голосования определились имена победителей. Торжественную церемонию награждения традиционно посвящают Дню российского предпринимательства. С праздником саровских бизнесменов поздравили представители городской думы, администрации, ядерного центра и торгово-промышленной палаты области. Главный приз конкурса и звание «Предприниматель года» присуждались по итогам голосования саровчан. Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы действительно проводите, такую важную и значимую работу в нашем замечательном, довольно-таки непростом для ведения бизнеса городе. Уже не первый год в нашем городе существует ассоциация промышленников и предпринимателей. На сегодняшний день в ее состав входит около 40 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В ассоциации оказывают юридическую помощь, содействие в оформлении документов и проводят консультации в сфере налогового законодательства. Одно из приоритетных направлений – включение представителей саровского бизнес-сообщества в конкурсные процедуры госкорпорации «Росатом». «Предпринимательство, склонность к нему и умение работать с собственным делом – это определенный талант, это большая ответственность, которую вы несете не только за свое дело, но и за тех людей, с которыми вы работаете и для которых вы являетесь работодателями». Прорыв года, семейный бизнес, женщина-предприниматель, бизнес для детей, стабильность и развитие в сфере пищевой промышленности, промышленность и производство. Претенденты на звание «Предприниматель года» боролись за победу в девяти номинациях, отражающих различные стороны и направления бизнеса. «Мы с вами часто встречаемся в разных форматах и спорим, и пытаемся решать ваши проблемы, ваши вопросы. Что-то получается, что-то не очень». Победители конкурса определяли в два этапа. Тройку финалистов в каждой из девяти номинаций выбирали эксперты. В их состав вошли представители городской думы, администрации, руководители учреждений, активно взаимодействующих с предпринимателями и инициативные горожане. «Эксперты абсолютно здесь были независимы. И самую большую роль сыграли наши жители, потому что самое большое количество голосов было набрано как раз при выходе на улицы нашего города, в торговые центры». На торжественной церемонии, посвященной Дню российского предпринимательства, представителей саровского бизнеса наградили благодарственными письмами и грамотами. За высокий профессионализм в строительном деле и за весомый вклад в развитие жилищной инфраструктуры города была отмечена компания «Саровинвест». Дарья Цапорыгина, Константин Островский и Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Начался прием заявок на участие в аукционе по строительству нового здания 11-й школы на улице Зорге. Стартовая цена контракта – 582 миллиона рублей, которые будут выделены из городского и областного бюджетов. Новая школа будет рассчитана на 600 детей. Запланировано пришкольный стадион, три спортивные зала. Подрядчик будет обязан завершить строительство здания к середине 2021 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям по ипотеке. Сумму в размере 450 тысяч рублей получат заемщики, у которых после 1 января этого года родится третий или последующий ребенок. Компенсацию можно будет получать неоднократно. То есть при рождении четвертого и последующих детей семьи также смогут получить материальную помощь. 31 мая в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан предпенсионного возраста по вопросам продолжения трудовой деятельности. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. Звонки будут принимать по телефону 8 831 234 07 18. В Сарове стартовал прием заявлений на целевое обучение в вузах-партнерах РФАЦ ВНЕФ. Помимо самого заявления, школьникам необходимо предоставить резюме, согласие на обработку персональных данных, ксерокопию паспорта, а также по желанию результата профориентационного тестирования. Документы принимают в школах города. В середине июня абитуриенты пройдут собеседование со специалистами Департамента оценки и развития персонала РФАЦ НЕФ. На протяжении 4 лет Федеральный ядерный центр при поддержке Департамента образования проводит отраслевую программу «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок». Ее цель – мотивировать учеников в течение всего года получать только отлично по математике, физике и химии. По остальным предметам не ниже оценки хорошо. По итогам учебного года в Центре культуры и досуга в НЕФ прошел праздник знаний, на котором победителям вручили дипломы и подарки. Из года в год количество участников программы «Собери портфель пятерок» растет. Увлеченные учебой школьники активно в нее включаются. Если в прошлый раз до финала дошли около 170 участников, то в этом году их количество заметно увеличилось. Портфель пятерок по итогам учебного года собрали 232 человека. Ученики седьмых, десятых классов, лицеев, гимназии и общеобразовательных школ. Кто-то из вас круглые отличники, кто-то имеет пятерки по профилирующим предметам и не ниже четверки по остальным. Для нас это крайне важно, потому что вы наши золотоносные, вы наш будущий золотой фонд, вы наши будущие медалисты. Гордость Сарова. Среди тех, кто получил заветную награду, ученица гимназии номер 2 Анастасия Конкина. С первого класса она учится на одни пятерки. В этом году, перейдя в седьмой класс, смогла присоединиться к программе и получить награду за свои успехи. Учиться на пятерке это сложно, но меня это стимулирует, потому что в будущем я хочу поступить в хороший институт и для меня это, ну, мне это надо. В этот вечер вместе с отличниками на сцену поднимались и их родители. Именно они внесли большой вклад в успешную учебу школьников, доказав детям, что сегодня пятерка это не только оценка уровня знаний, но и показатель целеустремленности. Умение учиться – это очень важная компетенция в современном мире, которая очень быстро меняется. Технологии меняются. Это важная компетенция, которая также нужна, как современные цифровые компетенции, как знания родного и иностранных языков. Школьники-победители программы получили медали и дипломы за успешное окончание учебного года с полным портфелем пятерок. А их родителям вручили подарок и открытки с благодарностью от директора ядерного центра за достижение воспитания детей. Центр внешкольной работы открыл сезон школьных каникул. В рамках областного проекта «Дворовая практика» ребят приглашают отдохнуть от учебы с пользой. Летом саровские девчонки и мальчишки могут принять участие в увлекательных занятиях и спортивных соревнованиях в клубах по месту жительства. Подробнее о работе дворовых площадок и новых направлениях Центра внешкольной работы расскажем в следующем репортаже. Активист клуба «Восход» Данила Ларионов уже давно распланировал свои каникулы. Этим летом он будет работать в команде на дворовой площадке, обещая, что будет много новых конкурсов и увлекательных мастер-классов. Готовим мероприятия на каждый день, чтобы развлекать детей новыми играми, интересными играми, чтобы им было что запомнить от этого лета. Песены и танцевальные флешмобы, подвижные игры, спортивные соревнования и много других интересных и увлекательных занятий приготовили для юных саровчан активисты и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика». «Замазово 10» – это будет спортивная площадка. Больший упор будет на спорт. Если мы говорим про Московскую 21, то там в основном творческая площадка. Мы не должны забывать, что это год театра. Поэтому все будет посвящено театру. Арт-объекты, эта площадка будет как арт-объекты. Ребятам будут предложены различные мастер-классы и творческие задания. А еще одна площадка на силке на 20, она также будет посвящена здоровому образу жизни. Новшеством этого года станут летние дачи. Это краткосрочная программа только для воспитанников Центра внешкольной работы. Педагоги предложат ребятам разнообразные формы деятельности, мастер-классы, соревнования, конкурсы. А подростков приглашают в трудовые лагеря. Ребята, которые будут в трудовых бригадах работать, это портные и подсобные рабочие, которые выполняют заказ города. Одни шьют костюмы для городских мероприятий, а другие делают реквизит для городских мероприятий. В течение июня месяца они работают на базе двух клубов «Это здоровье» и «Чайка». Также в этом году планируется открыть дополнительные площадки на стадионах 13-й школы и 2-й гимназии. На этих объектах, а также на хоккейной коробке по улице Куйбышево педагоги будут организовывать футбольные команды. На дворовых площадках ребят ждут с понедельника по пятницу с 4 дня до 8 вечера. Традиционный весенний кросс прошел на лыжной базе. На старт вышли более 70 спортсменов. Среди них воспитанники спортивной школы «Атом» и представители федерации лыжных гонок Сарова. Им предстояло преодолеть дистанции 600 метров, полтора и три с половиной километра. Победители из своих возрастных групп их ждали дипломы и призы. На весеннем кроссе лыжников побывала наша съемочная группа. Для саровских лыжников лето не время для отдыха и расслабления. Чтобы добиваться высоких результатов на лыжне, упражняться нужно круглый год. Предстоящие три месяца для любого спортсмена это пара активных тренировок и подготовки к крупным соревнованиям. Летом ребята выезжают на сборы. Это лесная поляна. Кто-то остается здесь в городе, проходит тренировочные сборы. И традиционно в июле месяце, а в этом году это 20 июля, мы проводим открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации. Открыл летний сезон кросс лыжников. На старт вышли как совсем юные воспитанники спортивной школы, так и те, кто уже несколько лет посвятил усиленным тренировкам. Маргарита Болякина ходит в спортивную школу 4 года. Не все задания даются девочке легко, однако она не сдается. К открытию летнего сезона Рита готовилась серьезно. Некоторые дни бегали, и бегали полторашки много, бегали тройки с половиной и шестьсот метров. И постоянно делали разминку, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Маргарита и дальше хочет продолжать заниматься лыжными гонками и побеждать в крупных соревнованиях. Понимая, что секрет успеха любого тренировочного процесса, регулярность и постепенность, Рита следует нескольким правилам. Часто очень ходить на лыжную базу, готовиться, очень хорошо тренироваться, и есть полезную пищу, и быть таким человеком, который хочет этого достичь, то есть хочет участвовать везде, хочет побеждать. Маргарита вместе со своими ровесниками бежала дистанцию полтора километра. Это же расстояние должен был преодолеть Илья Сергеев. Мальчик долго готовился к соревнованиям, чтобы показать лучший результат. Мы как бы показываем свое умение, то, что, чему нас научил тренер за какое-то время, от соревнований до соревнований. Илья стал первым в своей возрастной группе. Вместе с другими победителями и призерами он получил диплом и сладкий приз от организаторов весеннего кросса лыжников. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова